Нам нужно понимать, что он внутри, он очень такой забитый, понимающий свою сущность, полностью отдающий себе отчет, что в нем нет никакого мужества, что он трусливый, малодушный, что там из поколения в поколение они все вот такие одинаковые. Он это все понимает, тем более мы ему постоянно об этом напоминаем. Кадыров, это знаете, это наш такой маленький диктатор. Его не нужно переоценивать, слишком считать его больше того, чем он является. Он такой диктатор местного разлива, и он очень-очень ничтожный такой человек. В том что, приведи Кадырову пример его отца, который также не остался на одной позиции и предал чеченский народ. Да я ему без конца могу приводить примеры. Убившие Немцова, допустим, тоже не стояли на этом мосту и не говорили, что они будут отстаивать свою позицию, а начали оттуда давать дёру. И кто-то из них был задержан, кто-то при задержании погиб, как, например, Шаванов, который погиб в микрорайоне Грозного. А некоторые до сих пор не пойманы. Например, Геремеев, который, кстати, не пойман по причине Кадырова. Это он его скрывает. Почему они не стоят на своей позиции? Почему они заявляют? Взяли бы, сдались бы полиции, сказали бы, вот это наша позиция, мы хотим её отстоять. Но нет, они этого не делают. Вообще, стоять до конца на своей позиции, это то, что, в принципе, неприемлемо для Кадырова. Это то, против чего они выступили. Мы по ним можем судить вообще, что такое не стоять на своей позиции. Сначала призывать людей на священную войну против России, потом перейти на сторону России и призывать людей к борьбе против тех, кого ты вчера призвал на эту борьбу с Россией. То есть, эти люди, ты вчера призываешь, они уходят бороться с Россией, потом ты переходишь в сторону России и начинаешь призывать теперь бороться с ними. Вот она вся суть Кадырова. И о смелости вообще, о смелости, о мужестве рассуждать трусом, это так себе, знаете, это когда человек абсолютно неразбирающийся в чём-то начинает делать какие-то рассуждения, давать какие-то оценки. И точно так же, когда Кадыров, абсолютно не понимающий, что такое смелость, храбрость, отвага, человек, который неизвестен вообще ничем в своей жизни, кроме предательства, трусости, недостойных каких-то ничтожных поступков. Когда такой человек начинает рассуждать о том, что такое мужество, это очень странно выглядит. Вы знаете, мужество, это ведь всё-таки какой-то поступок, он может показать, мужественный человек или нет. Какой поступок есть у Кадырова, который свидетельствовал бы о его мужестве? Задайтесь этим вопросом, задайте этот вопрос Кадырову, его окружению, если у вас будет такая возможность. Пусть приведут хоть один случай проявленного Кадыровым мужества. Хотя я не говорю, что плохие люди не могут быть мужественными. Могут. Но вот Кадыров, он не такой, он мало того, что он отвратительный человек, он ещё и абсолютно не мужественный. Пусть приведут хотя бы один пример, не из рассказанных Кадыровым примеров, где он рассказывает всякие сказки, как он напугал полторы тысячи человек, как он там один куда-то приехал на такси ночью в логово там к чеченским бойцам. И там даже шуточное, я помню, был такой шуточный комментарий, когда кто-то написал, вот мужественный парень был этот таксист, который его повёз. То есть это по рассказам Кадырова мы знаем, что он очень мужественный парень. Она вот не по его рассказам, есть какой-нибудь зафиксированный случай, его поступок, чтобы мы могли бы сказать, вау, действительно, это он сделал круто, он очень, он проявил мужество. У нас нет, у него был шанс проявить мужество у Кадырова, когда у него была стычка с Ямадаевым Бадиком на трассе Баку-Ростов. Но там он показал трусость, вместо того, чтобы вот там мужественно выступить, назвать Бадика козлом, ничтожеством, там, шакалом, чёртом, как он называл, Джумаева, или называл, помните этого, Сангихов. Забыл его фамилию, там был один человек, которого не задержали, он ему в лицо говорил, ты там козёл, типа, когда тот у него в плену. То есть там вот, на этой трассе, на встрече с Бадиком, у него была возможность проявить мужество, сказать ему это в лицо, если надо там подраться, постреляться, но этого Кадыров не сделал. Он вместо того, чтобы высказать это всё Бадику, он с дрожащим голосом, с дрожащим подбородком повторял что-то несуразное, что они с ним одно целое, что не нужно смешить людей, нужно по-хорошему разойтись. Поэтому я не знаю ни одного случая, чтобы Кадыров где-то проявил мужество. Ничего, кроме трусости, я не видел ни от него, ни от его отца, ни в целом от их рода, от рода Кадыровых. Я не знаю ни одного из них, кто был бы известен своей смелостью, своей отвагой. Поэтому не им рассуждать о Джумаеве, о его поступке, и вообще о смелости и доблести. Не им. Да, легко говорить, спрятавшись о храбрости других людей, Ахмад Силович. Спрятавшись за российской военной машиной, ты имел его, да? Да, я согласен с тобой, легко говорить. А вот поступить мужественно, смело, это не так просто. Представляю, набегает ОМОН и Джумаев в ответ. Самое интересное, что эти его слова, Ямадаеву, он ведь говорит, мы одинаковые предатели с тобой, он говорит. О чем мы с тобой будем спорить? Он-то прав на самом деле. Мы с тобой оба, говорит, предатели, мы оба предали наш народ, нашу страну, нашу религию, перешли на сторону врага. Мы оба на их стороне сегодня уничтожаем наш народ, боремся с ними, проливаем кровь нашего народа. Нам-то с тобой о чем спорить, что делить? Он говорит, Ямадаеву. Общие слова, по сути-то, правильные. Трусливые просто. Кадыров имел в виду позицию, надо не бросать, а менять. То есть, перейти на сторону ОМОН и бить протестующих. Как поступают истинные кадыровцы? Красавчик. Салам, брат, ответь коротко, для чего независимость Чеченской Республики, я не очень понимаю, тот самый, независимость Чеченской Республики для, для, как это, для реализации врожденного права человека, права на свободу. Вот для чего. Право в международном праве указано, что каждый народ имеет право на самоопределение. Вот это вот наше врожденное право. Мы имеем на это право, и мы это требуем. Самый идиотский вопрос, зачем вам независимость или свобода? Только конченный системный рад до мозга и костей может такое говорить. Что первичнее, свобода или единство? Немножко некорректный этот вопрос. Потому что, смотря для кого, для чего. Для нас, в данной ситуации, если бы нам предложили бы вам или единство, или вам свобода, то для нас было бы, первичнее была бы свобода. Потому что нам сейчас единство нужно для достижения свободы. А если мы ее и так получаем, то, в принципе, единство для нас будет вторично. Но сейчас актуальна ситуация такова, что нам для достижения этой свободы, нам нужно сначала получить единство. Поэтому у нас сейчас первичный вопрос это единство. Как думаешь, получится ли отделить Кавказ войной, или ополчение наше не потянет Кадыровскую армию? Ты же знаешь, какие там воины обучаются. А так, иншаллах, войной бы отделение. Кадыровская армия, для того, чтобы Кадыровскую армию уничтожить, просто для этого не нужно никакое Кавказское ополчение. Бросите, что там за армия у Кадырова? Армия, которая ни на что не годна. Я далек от того, чтобы рассматривать Кадырова отдельно, как какую-то силу, его армию, как какую-то силу. Я прекрасно понимаю, что Кадыров сам по себе абсолютно не является силой. Кадырова это наместник российский. Да, Россия является силой, а Кадырова это одна из составных частей этой российской армии. Поэтому проблема тут с Россией. Пока говорить о каких-то военных действиях, конечно, не приходится. Там же говорят, что 100 тысячная армия спецназа Кадырова обучается по высшим разработкам военным. Ну, во-первых, не 100 тысячная, их, по-моему, 20 тысяч всего, вообще всех силовых структур, которые можно как-то... Вообще надо понимать, что нет никаких кадыровских полицейских в кадыровской армии. Это условно, когда мы так говорим кадыровская. Мы имеем в виду российскую полицию, российскую Росгвардию, российские части Минобороны, в которых служат чеченцы и руководителями которых являются подконтрольные Кадырову афилированные с ним люди. Их не 100 тысяч, их где-то порядка 20 тысяч, может быть, чуть больше. Да, их, конечно, там обучают, подготавливают, но мы на практике видим их боеспособность. Мы видели это в 2014, когда они небольшую группу бойцов не смогли их уничтожить без того, чтобы просто не сжечь, не разбить там целые дома и не убить ни в чем не поминных людей. То есть у них, когда это нужно проявить на практике, вот показать эту боеспособность свою, надо кого-то там взять штурмом какое-то здание, уничтожить людей, противников без жертв среди личного состава и тем более жертв среди мирного населения, у них не получается это делать. Все, что они умеют, это подогнать технику, тысячу снарядов, гранатомета, запульнуть в этот дом, просто сжечь его до тла и вот таким образом решить проблему. Разбери вопрос о свободе слова в чеченском обществе. Есть она? Нужна она? И была ли она? Ну, сейчас ее в Чечне нет. В целом, среди чеченцев она есть, я ее, как вы видите, использую сполна. Но в Чечне ее, конечно, нет, свободу слова. Нужна ли она? Конечно, нужна. Была ли она? Да, она была. Во времена между духом она была, и не только между духом. В общем, с момента провозглашения суверенитета и до нашей оккупации, в 99-м и 2000-м годах, до этого момента она у нас была, мы ее использовали. В какой-то степени даже где-то, наверное, чрезмерно она дозволялась, то есть дозволялась кому угодно все, что угодно говорить, проводить митинги и прочее. Некоторые моменты даже где-то я считаю, что нужно было как-то регулировать, как минимум. Так что да, в целом она, конечно, нужна, она была, а сейчас ее в Чечне нет. Возможно ли объединение Нагестана и Чечне и в одну республику? В теории, в перспективе такое возможно, если хорошую разъяснительную работу в обществе провести, если общество к этому подготовить, то да, такое, конечно, было бы возможно. Сейчас, сегодня это невозможно. В принципе, такое просто невозможно, потому что эти республики больше готовы объединяться с Россией, и с Антарктидой, там, с кем угодно, но не друг с другом. К сожалению, реальность такова. Это показал опыт, показала историю. Кадыров критиковал также и Темирханова. Ну, мягче, конечно, там были попытки именно принизить достоинство человека, да, то есть из героя его там просто сделать поменьше тогда его значимость. Но не было каких-то оскорблений в его адресу, то, что было в отношении Джумаева. Но в целом, да, ему для Кадырова надо понимать, что в первую очередь там работает зависть. Первое, вот что просыпается, первое чувство мерзкое у Кадырова – это зависть. Все остальное приходит потом, осознание того, что там была акция против него, вот это все, это приходит потом. Первое, что в нем просыпается, когда что-то такое, это зависть. Как так его народ любит? Он сделал что-то, что не могу сделать я, на что я не способен в принципе. А он способен, он это сделал. Как же так? Вот это вот первое, что в нем просыпается, вот эта мерзкая такая черная зависть, она заставляет его сразу выплескивать эту желчь, а потом уже приходит осознание там всего того, как это аргументировать и прочее. Нам нужно понимать, что он внутри, он очень такой забитый, понимающий свою сущность, полностью отдающий себе отчет, что в нем нет никакого мужества, что он трусливый, малодушный, что там из поколения в поколение они все вот такие одинаковые. Он это все понимает, тем более мы ему постоянно об этом напоминаем. И нужно вот эту вот его сущность прочувствовать. Это человек, который очень сильно завидует любым достойным людям, любым поступкам. Они приносят ему не радость, а боль, очень сильную боль. Мы, понимаете, стандартный человек, стандартный чеченец, он когда видит другого чеченца, который как-то достойно себя проявил, у него первое чувство, которое в нем просыпается, это радость за него, это гордость. Это что вот, ну, человек из моего народа это сделал, понимаете, это по-любому тешит. А вот у таких людей, как Кадыра, у них первое просыпается не вот эта радость, а именно такая зависть, съедающая тебя изнутри, из которой ты ничего сделать не можешь. Сегодня хотят больше достижениями своих единомышленников, а не людьми своего народа. Идейное братство уходит далеко за рамки нации. Идейный брат сегодня самый близкий. Дожили. Ну, у кого как, наверное, дорогой близок, я, конечно, не буду с тобой спорить, что такое тоже наверняка есть и встречается, но у нас все-таки не совсем так. У нас еще не тот, наверное, уровень, чтобы о каком-то идейном братстве говорить. Все равно вот эта связь народная, она у нас сильная пока, надеюсь, мы ее не утратим. И в целом эта вот радость за нашего соплеменника, она присутствует у нас такая коллективная. Это не значит, что мы как бы только за них, за своих чеченцев радуемся. Мы радуемся, в принципе, за кавказцев, мы радуемся за мусульман. Но надо понимать, что как бы то, что внутри нашего народа происходит, это как бы для нас ближе. И это приносит радость. У нормального человека не вызывает зависти, когда кто-то из числа чеченцев делает что-то достойное, приятное. Наоборот, тем самым мы испытываем какую-то радость за него, за себя. А вот люди, такие как Кадыров, которые вынуждены приписывать себе какие-то достоинства, снимать сами по себе какие-то ролики, как они душат, змею, побеждают крокодила, каких-то людей. Короче, для таких людей понятно, что любой достойный поступок, любое достоинство другого, это бьет очень сильно по их самооценке. Кадыров, это, знаете, это наш такой маленький диктатор. Его не нужно переоценивать, слишком считать его больше того, чем он является. Он такой диктатор местного разлива. Наш маленький диктатор, так правильно будет его назвать. И он очень, очень ничтожный такой человек. И все вот эти вот моменты, то, что его гнобить, то, что он внутри, он чувствует, это все прям на поверхности. Это не нужно быть каким-то психологом, чтобы это все понимать. Его сущность, она прям насквозь просматривается. Субтитры создавал DimaTorzok